Доброе утро, дорогие мамочки, добрый день, добрый вечер, кто во сколько меня смотрит. Сегодня я, если честно, ужасно устала, когда ты неделю находишься с детьми, одна, у нас получается четверо дочек, и я с мужем. Я извиняюсь, буду, может быть, дергаться, потому что вот качаю малышку и пытаюсь записать видео. Просто сегодня будет таким, как справляешься, когда никто не помогает, и получается ли не хранить обиду, злость на то, что нет рядом бабушек, дедушек, мам, пап и так далее. Хорошо, я, наверное, поделюсь вот таким моментом, что как только я переехала сюда в Штаты, моя семья осталась в России, вот, соответственно, помощи от личности своей семьи я никогда не имела. И могу однозначно сказать, что и когда ты остаешься здесь один, ну, началось у нас сначала, да, то есть первый ребеночек, я приехала в Америку, у меня здесь никого не было, но благодаря тому, что я отучилась еще в России в университете и получила переводческий диплом, я знала сразу же два языка, это и английский, и испанский. Когда я переехала сюда, по крайней мере, уныния от того, что я не могу общаться с местным населением у меня не было, но пошли детки, я уже делилась, что я та мама, которая любит работать, а не сидеть дома с детьми, поэтому, когда родилась первая сифорочка, ну, я была для нее, она для меня, хотелось очень работать, и я совмещала это. Когда вторая, совмещать стало еще сложнее. Когда третья, я уже отказалась полностью от работы и полностью уже перешла в семью, в служение семье. Так вот, когда у тебя, например, болеют дети, или рождается новый ребенок, или вот ты только забеременела, и у тебя токсикоз, вот это вот, наверное, самое трудное время было для меня, когда я просто на стенку лезла, в прямом смысле слова, и очень было много горечи, обиды, что, знаете, вот родители мужа, они здесь находятся, но, к сожалению, они уже очень старенькие, и с плохим здоровьем, у них нет возможности приезжать помогать, вот, и, конечно же, когда ты один со всеми, вот у тебя, значит, двое детей маленьких, за которыми нужно присматривать, все заболели, у тебя температура, ты еще беременная, было у нас такое, вот как раз когда Касенька и я была беременная с четвертым ребенком, это было декабрь месяц, когда детки болеют, они болеют у нас по очереди, соответственно, болезненный период занимает примерно полтора-два месяца, и вот здесь сезон болезни, это декабрь, и, соответственно, они заболевают, где-то хватает все это, приносят, и, знаете, было очень тяжело и горечно от того, что никто тебе даже особо не позвонит, никто не спросит, как у тебя дела, и ты чувствуешь себя и одиноко, и подавлено, и кажется, как будто у тебя, ну, нету рядом никого кому-то вообще важен, и, конечно, уныние накатывает, но когда я задалась вопросом, да, господи, ну вот, неужели это правильно быть в церкви, быть никому не нужным, и я задумалась о таких вещах, знаете, у меня, в принципе, сильно крепкое здоровье, и я благодарна Богу за то, что он благословил меня, вот генетически, да, не предрасположенный в основном ни к чему. Были у меня пару заборов в госпиталь на скорой помощи, связанных с сердцем, но питание, оно восстановило этот вопрос, этот вопрос был связанный с сахаром, но, и было пару раз, когда я сильно болела здесь с температурой, ну, обычный грипп, но никаких таких серьезных заболеваний, то есть, если дети не болеют, и мы не болеем, то я, в принципе, очень активная, очень много успеваю, и я не жалуюсь на здоровье никогда, то есть, как бы, благодаря правильному питанию, благодаря спорту ежедневному, то не на что жаловаться. И знаете, когда вот в эти моменты уныния, я помню, я задумалась об этом, я сказала, господи, спасибо тебе, что ты дал мне здоровье, чтобы я могла вот это нести, потому что, наверное, хуже бы было бы, если я бы была больная, даже с кучей помощи вокруг, но при этом я бы не могла нормально функционировать, или у меня были бы какие-то трудности, да. У нас у всех, мне кажется, есть свои трудности, и у кого-то есть помощь и поддержка, однако страдает какая-то другая сфера, да, например, сфера с мужем, или сфера с родственниками, или сфера с Богом, поэтому, проходя через трудности испытания в одиночку с Богом, я поняла, что я благодарна за все, что имею, благодарна за то, что у меня, несмотря на то, что я одна, у меня, в принципе, как бы, получается, домашняя школа, дети, все, богословие, учения, жизненные принципы, духовные принципы, все черпают из нашей семьи. Никто не влияет. Вот представьте, да, когда у вас куча бабушек, куча дедушек, бабушки и дедушки учат по одному, ты учишь по-другому, вы постоянно ссоритесь, я думаю, что есть свои нюансы, и когда у тебя родители помогают тебе, и когда ты один справляешься. Я считаю, что и то, и то, это благословение, в этом нет никакого, то есть, ничего неправильного, просто для вас в этой жизни Господь приготовил вот такой путь. Для меня путь, я всегда одна, мне помогает муж, но мой муж, он работает на стройке, и он очень устает, поэтому представьте себе, он приходит, уходит рано, там, скажем, в 7 часов, в 8 утра, и приходит в 6.30, в 7 вечера, весь в пыли покрыт, и пока он отмоется от этой пыли, пока он просто хотя бы поест, наступает 8, потом он идет мне помогать, и у меня, знаете, порой такое состояние, думаю, Господи, ну куда ему еще мне помогать, он так устал. И, конечно, мы подстраиваемся друг к другу, он проводит время с детьми каждый день, я благодарю Бога за такого мужа чудесного, он никогда мне не сказал что-то неприятное, недоброе, в этом мое благословение, хоть я и одна, но мы с мужем на одной волне, на одной ноге, как говорится, двигаемся, поэтому, знаете, не столько совет, сколько личный опыт рассмотреть свою жизнь и посмотреть, что происходит у других, осознать, что у всех Господь, всех нас проводит через процесс освящения, дает нам всем свои трудности, и мы можем, каждый из нас по-своему, я думаю, может их нести, вот, поэтому не унывайте, сестры, если вы, так же, как и я, одиночки в плане воспитания детей, и нету бабушек, дедушек, сестер, братьев, кто бы мог вам помочь, подумайте, чем особенным Господь вас благословил и дал какую возможность вам, чтобы вы могли исполнять то, что вы делаете, и просто воздайте ему славу за это, я желаю вам радости и молюсь о вас, Господь, благослови всех сестричек, всех мамочек, кто трудно справляется один, как я, вот, я понимаю, что они чувствуют, если у кого появляется нежелание рождать еще детей и нежелание, может быть, справляться с какими-то вещами, уныние, горечь, обида, Господи, сфокусируй их взгляд на том, какие благословения они имеют, чтобы нести то, что они несут в этой жизни, аминь. Ну что ж, я с вами прощаюсь, я рада была снова записать для вас видео, с большой любовью к вам, в Господе Иисусе Христе, пока-пока.